Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы с вами рассмотрим интерфейс установленной системы Home Assistant, поставим полезный аддон-конфигуратор, рассмотрим структуру файлов, проведем первые настройки, попутно разбираясь, что к чему. Веб-интерфейс системы Home Assistant, на запуске которого завершился первый урок, условно разделен на две части. Панель управления слева и основное окно справа. Первая вкладка «Обзор» – это пользовательский интерфейс, который называется Lovelace. Сейчас мы видим все элементы, в Home Assistant они называются сущностями, которые у нас есть по умолчанию. В верхней части в виде кружочков, которые называются бейджи, сенсоры, сенсор-апдейтер, пользователь которого мы создали при первом запуске системы, и состояние солнца. В нижней части карточка погоды. Следующая опция «Карта» по умолчанию, она показывает Амстердам, чуть позже мы занесем корректные координаты. Далее журнал, он показывает историю событий по каждой сущности в системе. Можно выбрать период или какой-то конкретный объект. История – это также данные по изменениям, но в графическом представлении на временной шкале. Тут тоже есть выбор периода. Панель разработчика. Сюда мы будем ходить часто. Первая вкладка «Состояние». Она показывает текущий статус всех сущностей в системе. Сейчас их немного, и они видны все. Но когда счет пойдет на сотни, то здесь поддерживается поиск по вводимым символам в любом столбце. Службы. Эта страница дает доступ к перечню существующих в системе сервисов. Их количество тоже будет увеличиваться по мере настроек системы, и дает возможность ручного запуска каждой из них. «Лог» – это журнал системных сообщений об ошибках. Пока тут пусто. Но со временем тут тоже появится запись. Это неизбежно. «Шаблоны». Это страница редакторов шаблонов. Тут можно проверить корректность составления шаблона перед тем, как ввести его в конфигурацию системы. Сюда мы также будем регулярно нарядоваться в будущем. «События». Эта страница предназначена для просмотра и создания событий в системе, начиная с запуска или остановки самого Home Assistant и заканчивая изменением состояний, времени, запуском сервисов и прочее. «О системе». Здесь мы видим номер версии установленного Home Assistant и ее статус. Здесь же можем переключиться на старую версию пользовательского интерфейса Polymer, но этого мы делать не будем. «Вкладка Hasio». Напомню, это оболочка, в которой работает Home Assistant. На вкладке «Дашборд» мы видим наличие обновлений Home Assistant и установленных аддонов, которых у нас пока нет. Сейчас имеется обновление системы до актуальной версии. Перед тем, как обновляться, настоятельно рекомендую сначала прочитать список изменений, причем не только по ссылке «Release Notes», она посылает на общую страницу версии, в данном случае 104, но и перечень обновлений под версии на GitHub. Ссылка в текстовом файле урока, ссылка под видео. Обновление системы занимает несколько минут, после чего произойдет перезагрузка. Теперь мы видим актуальную версию системы. «Снэпшот» – это снимки системы, то есть резервные копии конфигурации. На этой странице можно создать снимок вручную, увидеть перечень снимков системы и восстановить конфигурацию. Вот так эта страница будет выглядеть на рабочей системе. «Аддон Стор» – это магазин аддонов, эдакий плеймаркет для Hasio. Отсюда ставятся полезные и удобные дополнения для Home Assistant. По умолчанию сюда подключены два репозитория, но можно подключать и новые. Сразу можем установить конфигуратор – это удобный текстовый редактор с функциями файлового менеджера. Он нам неоднократно пригодится. Стартуем службу и ползунком включаем отображение на панели инструментов. Чуть позже мы вернемся к нему. На дашборде теперь появился и установленный аддон. Тут же можно проверять обновление версии. Последняя вкладка тут – система. Здесь видна версия супервайзера Hasio, платформа и операционная система. Можно перезагрузить мини-комп на уровне операционки. Ниже лог событий на уровне системы. Настройки – самая богатая на опции вкладка. Home Assistant Cloud предназначена для подключения к платному облаку. В будущем я обязательно сделаю обзор по этой теме. Страница интеграции предназначена для подключения различных устройств и сервисов. В моем случае система обнаружила немало из них. А нажав кнопку «плюс» мы увидим еще больше. Это одно из преимуществ Home Assistant – совместимость с огромным количеством сторонних платформ. Следующие четыре опции – устройства автоматизации сценарии и сцены – предназначены для создания и управления сущностями в режиме конструктора. Я являюсь категорическим сторонником ручного управления, так нагляднее. И позволяет лучше понять принципы работы системы. Общие. В этой вкладке можно задать основные параметры системы. Но и этот раздел я покажу, как добавить вручную. Управление сервером. Сюда мы тоже будем очень часто заглядывать. Пока здесь только одно окно перезапуска или остановки системы. Но чуть позже я покажу, как расширить этот раздел. В меню объектов мы получаем доступ к перечню всех сущностей. Здесь можно изменить название идентификатора или удалить ее совсем. Помещение. Позволяет создать список локаций для организации интерфейса. Лично я особенной ценности в этом пока не вижу. Люди. В этом меню создаются список людей, но не тех, кто может работать в системе, а тех, кто появился в ней в виде сущности для отслеживания присутствия и местоположения. В меню пользователей как раз учетные записи тех, кто имеет права на управление или просмотр интерфейса Home Assistant. Далее идет меню уведомлений, где будут появляться системные сообщения. Их количество отображается на фоне оранжевого окружочка. И, наконец, меню пользователя. Тут можно сменить язык интерфейса. При желании отключить боковую панель, пригодится для режима планшет на стене, изменить пароль. В самом низу находится меню создания долгосрочного токена. В одном из будущих обзоров мы к нему вернемся. И еще тут находится переключатель расширенного режима. Ключим его и вернемся в меню настроек. В меню сервер появилось еще два окна проверка и перезагрузка конфигурации. В этом режиме мы и будем с вами работать. Давайте зайдем в конфигуратор. Нажав на кнопку в виде папки сверху, мы попадаем в корневой каталог Home Assistant, Config. Тут же находится несколько файлов. Откроем Configuration YAML, это главный конфигурационный файл системы. Все начинается именно с него. Все настройки, описания сущности, автоматизации и скриптов. Информация в этом файле скомпонована следующим образом. Разделы, их названия указаны в отдельных строках, без пробелов с левой стороны. Название заканчивается двоеточием. То, что имеет отношение к разделу, пишется ниже его и уже отделяется пробелами. Это правило работает для всех конфигов. Пробелами определяется степень вложенности. Логично, что держать все настройки в одном файле очень неудобно и громоздко, поэтому тут поддерживается вынос в отдельные файлы и даже папки. Например, разделы группы автоматизации скрипты и сцены вынесены во внешние файлы, о чем говорит команда include после двоеточия. Если перед именем файлом ничего не написано, это значит, что файл находится в той же папке, что и Configuration.yaml. Все эти четыре файла мы тоже можем увидеть в конфигураторе. Кроме этого, в корневой папке имеется файл Secrets.yaml. Он предназначен для хранения конфиденциальной информации, такой как пароли, ссылки, токены. Чуть далее я покажу пример, как это выглядит. Сразу отвечу на вопрос, почему вы видите какие-то дополнительные файлы у меня, которых вы не увидите у себя. Это нормально, так как у меня есть еще учебная папка с текстом уроков и файлы, необходимые для отправки моей конфигурации на GitHub. Координаты и часовой пояс. Для корректной работы нам необходимо ввести данные о своем местоположении в часовом поясе. Местоположение нужно, например, для погодных сущностей, определения времени, восхода и заката, а часовой пояс для правильной работы автоматизации, связанных с временем. Открываем раздел Home Assistant. Далее уже с отступами прописываем имя сервера, свое любое. Далее координаты, которые можно получить при помощи Google Card. Выбираем и отмечаем нужное место. Правой клавишей вызываем меню, нажимаем что здесь и копируем координаты места. Далее указываем высоту над уровнем моря, для Киева, например, 179 метров. Единицы измерения метрические. И, наконец, часовой пояс. Его можно взять из списка на Википедии. Ссылка также в текстовом файле урока. Как только в файл вносятся изменения, иконка сохранения становится красного цвета. Это позволяет не забыть сохранить сделанные изменения. Проверяем и перезагружаем конфигурацию. После перезагрузки видим в интерфейсе установленное имя. В меню настроек «Общее», местоположение на карте, часовой пояс, высоту и единицы измерения. Если вы планируете сохранять свою конфигурацию, например, на GitHub, то есть смысл использовать файл секретов, который нужно внести в список исключений. После этого он не будет добавляться в репозиторий. Конфиденциальные данные на нашем примере координаты сохраняем в файле секретов, присвоив им какие-то названия ссылки, любые. А в конфигурационном файле указываем ссылку на секрет, и далее пишем ссылки, под которыми сохранены наши данные. Так, кстати, можно хранить не только секретные данные, но и просто длинные, неоднократно используемые, повторяемые записи. Токены-линки, сохраняем их в секретах, а далее в конфигах используем короткие ссылки. И в завершении урока я предлагаю создать несколько сенсоров, даты времени и системного мониторинга. Сенсоры – это тип информационных сущностей, которые могут иметь текстовые или числовые значения. В Configuration Яму создаем раздел сенсоров, и далее, не забыв про отступы, прописываем сенсоры времени и даты. Сначала указывается штатная платформа TimeDate. Полный список платформ-сенсоров имеется в списке интеграций, ссылка в текстовом файле урока. Я указал сразу три сенсора, отдельно время, дату и время и дата в одном сенсоре. Также добавим еще одну штатную платформу, системного мониторинга, и добавим следующие сенсоры. Использование процессора в процентах. Процент используемого объема хранилища тоже в процентах. Аргумент слэш означает, что от корневой папки. Использование оперативной памяти. Время с последней загрузки. И свободное место в гигабайтах от корневой папки. Обратите внимание на функцию проверки внесенных данных. В правом верхнем углу зеленый кружок с галкой, значит все в порядке. Попробуем сдвинуть один из созданных сенсоров и получим восклицательный знак, сигнализирующий об ошибке. Кликнув на нем, получим стропу с ошибкой. Сохраняем, проверяем конфигурацию и перезагружаемся. После перезагрузки в интерфейсе, который пока еще формируется автоматически, появились созданные нами сенсоры. На этом моменте мы с вами заканчиваем второй урок. Третий урок начнем ровно с этого же момента. Надеюсь, видео было вам полезным и интересным. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok